Национальный проект Наибольшие расходы запланированы на развитие онкологической помощи – 982 миллиарда рублей до 2024 года. В результате показатели смертности от онкозаболеваний должны снизиться с нынешних 200 на 100 тысяч человек населения до 185 в 2024 году. При этом основные траты в этом направлении не вошли в нацпроект и будут выполнены за счет специальной субсидии с федерального бюджета на программу ОМС. Несмотря на это, правительство не поддержало нацпроект. Предложенные проекты подхода не одобряем, цитирует газета «Источник» в Кабинете министров. Также среди мер предусмотренных в нацпроекте – разворачивание по всей России сети учреждений по лечению сосудистых заболеваний, расширение и охваты медосмотрами до 90% населения, восстановление населения системы фельдшерско-акушерских пунктов. Основный упор сделан на повышение квалификации врачей и медперсонала, причем проводить обучение планируется дистанционно, с помощью специального портала. Всего обучения должны пройти 1,88 миллиона врачей и медчестер. Наиболее реалистичной частью нацпроекта источники газеты называют повышение цифровизации здравоохранения. Под ним понимается создание единого контура информационного обслуживания, к которому будет подключено большинство больниц, а также переход на электронные рецепты и документы оборот. Ранее 9 июля был опубликован проект «Основные направления бюджетной политики», направленный Минфином в Госдуму. В нем, среди прочего, прописано сокращение расходов на здравоохранение в 2019 году на 20,2 миллиарда рублей по сравнению с действующим бюджетом 479,7 миллиарда рублей против 459,5 миллиардов. В 2020 году расходы должны увеличиться и составить 563,2 миллиарда рублей. В 2021 – 572,5 миллиарда. 1 марта в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин поручил реализовать общенациональную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями с участием представителей науки и фармацевтической отрасли. В рамках программы каждому россиянину должна быть предоставлена возможность прохождения ежегодной диспансеризации. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся.